ребят всем привет вы на канале криптофилы меня зовут коля и сегодня я вам хочу показать полный гайд по регистрации профиля на proof of humanity что вообще такое proof of humanity proof of humanity это платформа для создания децентрализованного айди где вы можете присоединить свой кошелек к своей персональной верификации вы не проходите полного кивайситом с предоставлением паспорта или еще что то вы проходите верификацию только при помощи фотографии и небольшого видео зачем вообще оно вам нужно чтобы ваш кошелек был привязан к вашей децентрализованной айдишки смотрите думаю ни для кого не секрет что сейчас идет полномасштабная охота за ретро дропами zk-sync arbitrum stark нет оптимизм 2.0 и другие крупные проекты планируют раздать airdrop и drop hunter и вовсю мульчащат свои аккаунты и конечно же никто не знает какие механизмы для отсева мульти аккаунтов будут использовать крупные проекты и вероятнее всего это будут децентрализованные айдишки и proof of humanity как раз и является одним из вариантов децентрализованных айди поэтому если вы хотите обезопасить свой кошелек то я вам крайне рекомендую создать айдишку на свой кошелек в данном видео я хочу рассказать про свой опыт создания децентрализованной айдишки через proof of humanity и также рассказать про те ошибки с которыми сталкивались мои друзья криптаны тот также создавал свои децентрализованные айдишки думаю это будет крайне полезно потому что один из моих друзей криптанов не зная определенных правил потерял около 150 долларов при создании айди на данной платформе и чтобы не потерять средства я вам крайне рекомендую досмотреть это видео от начала и до конца поехали давайте для начала кратко пробежимся по всему функционалу платформы мы видим что тут просто на главной страничке выдан список анкет и они все находятся на разных фазах всего вас около 7 штук наша с вами задача получить галочку около своего профиля то есть наш профиль должен быть отмечен вот такой вот галочкой как только мы публикуем свой профиль отправляем свою анкетку мы попадаем в очень фейс давайте посмотрим из чего вообще состоит данная анкета подключив кошелек переходим submit profile и видим тут те параметры которые нам нужно заполнить для того чтобы оправданки 1 это дисплейные в дисплейные вы можете угадать хоть свой никнейм не обязательно стоящие то же самое first name и властные это опциональные вещи вы можете как указывать анкете так и не указ в short bio вы просто заполняете себе небольшое описание допустим можно с этом крипты энтузиасты из майами все что угодно может написать о себе далее вы прикрепляете свое сэлфи небольшая инструкция по тому как делается я вам рекомендую по классике конечно же не надевать очки снять наушники снять шапку снять шарф все что у вас может быть на голове это может помешать для загрузки сэлфи поэтому освободите максимально заднее пространство и уберите все аксессуары которые могут быть на вашем лице и обязательно девушки если будете заполнять данную форму уберите майка потому что если вы будете накрашены то вас могут сразу же кинуть банк это есть правилах данного проекта и второе еще когда вы делаете сэлфи на телефон на iphone учитывайте что она отражает ваше сэлфи поэтому я вам крайне рекомендую делать сэлфи допустим на камеру ноутбука но ни в коем случае не на телефон потому что как только вы делаете сэлфи на телефон она отражается и получится так что вы к примеру загрузить туда сэлфи и во втором пункте вы уже будете записывать видео и у вас видео и сэлфи не будет соотноситься по вашему внешнему виду то есть допустим у вас есть родинка на правой щеке и у вас родинка на правой щеке будет на видео она будет на правой щеке она ссылка она будет на левой и из-за этого вас тоже могут автоматически кинуть в банах это максимально дурацкая причина я понимаю что это максимально глупо но из-за этого мой друг потерял 150 долларов и также я вот после обзора анкетки мы с вами конкретно посмотрим его кейс и еще раз я вам расскажу как лучше сделаться то есть смотрите сейчас на первом этапе вы делаете сэлфи на втором этапе вы делаете небольшое видео видео вы должны сказать следующую фразу вот она если переводить то это просто что вы там сертифицируете что вы реальный человек и вы ранее не регистрировались в данном реестре вы это просто говорите на камеру и при этом показываете также на камеру свой номер кошелька что делал я я взял просто номер кошелька себе его скопировал в заметке и когда загружал видео я показал сначала спал данную фразу и после этого в камеру показал заметку в которой у меня был номер кошелька и все данное видео у меня прошло без проблем и советую вам записывать это не на iphone а также можно записать на камеру ноутбука потому что если вы запишите на iphone то у вас будет достаточно тяжелое видео видите тут максимальный размер это 7 мегабайт и если вы запишите на iphone с хорошей камерой то у вас к сожалению но будет большим поэтому я вам сразу же рекомендую лучше записать на фронталку которую у вас есть на вашем ноутбуке я во всяком случае дело через ноутбук и все получилось замечательно и все хорошо одобрили при записи видео также учитывайте что у вас очень отчетливо должен быть виден ваш адрес эфира вашего эфировского кошелька который вы используете для формирования заявки и также учитывайте все таки что качество должно быть более-менее нормальным если у вас там старая nokia с какой-то камерой лучше не записывать потому что это просто не будет одобрено и за количество пикселей и в принципе все тут конечно тоже ваше лицо не должно быть ничем прикрыто то есть если у вас там шляпа кепка без разницы к сожалению это может все не пройти из-за того что вы прикрываете свое лицо какими-то предметами и еще также смотрите я видел многие люди распространенная ошибка когда они демонстрируют свой адрес эфира они прикрывают свой подбородок и из-за этого их подбородка не видно практически на всем видео и я вам рекомендую крайне сначала сначала сказать фразу вот эту и после этого уже показывать номер кошелька а не заранее потому что если вы заранее будет показывать номер кошелька прикрыв часть лица ваше видео также не одобрит все данные ошибки я еще раз упомянул в следующем разделе гайда так что не переживайте после того как вы загрузите свое фото селфи и загрузите видео вы должны понимать что есть два варианта внесения депозита то есть видите тут есть initial deposit ethereum команда proof of humanity она сделала следующие вещи чтобы люди не пытались загружать загружать какие-то мусорные видео и просто же не прочитав инструкцию начинали сразу же грузить какие-то фотки видео непонятные абсолютно чтобы обмануть систему они сделали очень строгое правило только вы отправляете какой-то application какое-то заявление на рассмотрение вы должны им заплатить 0 125 эфира это не прям плата идет на конкретно на их кошелек это просто некий депозит который сгорит на случай если команда proof of humanity увидит что вы хотите обмануть систему ваш депозит просто заберут и вашу заявку отклонят поэтому максимально максимально сосредоточено и максимально аккуратно все делаете и правильно есть также второй вариант crowdfunding при crowdfunding ваш запрос разместиться на платформе и другие юзеры смогут закинуть вам деньги чтобы набрать вот это вот 0 125 эфира для того чтобы вашу заявку начали рассматривать crowdfunding в 99 процентов случаев не работает поэтому я вам сразу же рекомендую делать все через self fund то есть на ваш кошелек завести советую сразу завести 0.13 эфиров чтобы у вас также были деньги на комиссию а лучше даже 0.14 эфиров чтобы сразу же спокойно вы оплачивали все комиссии в эфире после того как вы перекинете на свой кошелек 0.13 или 14 эфиров вы можете уже сабмитить свое заявление на рассмотрение нажав submit вы просто подписываете после этого эфирскую транзакцию которая у вас вылетает в правом углу вот тут она вылетит вы ее подписываете и ваше заявление направляется уже к фазе в очень фриз она моментально появится вот в этом списке на первом месте я вам также рекомендую для уверенности посмотреть профили тех людей кто уже зарегистрирован то есть они уже прошли все необходимые этапы и поэтому их фотографии и видео точно соответствует всем параметрам то есть к примеру давайте мы вот посмотрим вот этот application вот это вот заявление вы можете посмотреть как тут делал на видео и может посмотреть на сэлфи то что все сделано правильно или это проанализировать и сделать также то есть не будете заходить на чужие профили но ключевое чтобы они уже были зарегистрированы и оправнуты и оттуда черпать какую-то информацию если у вас есть какой-то вопрос по видео либо по ходу после того как ваша анкетка появилась на данной вкладке вы должны понимать что вам необходимо найти человека одного человека который будет вашим поручителем то есть watch это поручитель тире поручительство и вам нужно найти человека который типа за вас поручиться что вы настоящий и реальный юзер крипты и для этого вам необходимо найти этого человека среди тех кто уже зарегистрировался и кто уже оправдан то есть все вот эти вот ребята имеют один голос который не могут отдать за вашу анкету но если вы никого не знаете то уже верифицирован данной платформой то я вам советую сделать следующие вещи вы должны прийти в данную группу эта группа по круговому поручительству то есть тут юзеры которые не имеют никаких знакомых верифицированных они могут выложить сюда свой профиль это делается следующим образом вы пишете команду эдды и добавляйте ссылку на свой профиль на свое объявление и после этого вам бот отвечает что ваш профиль добавлен в лист что это за лист он выглядит следующим образом в этом листе мочится два разных человека которые списываются друг с другом telegram ватсап дискорд и верифицируют друг друга то есть есть зарегистрированные юзеры вот они и эти зарегистрированные юзеры они могут верифицировать вас после того как это все пройдет по кругу вторая возможность которую я вам советую использовать это канал крипто школа ребята сделали свой чат случат в котором вы можете скидывать свои анкетки и по кругу когда дойдет ваша очередь вас будут верифицировать данный канал он достаточно полезный поэтому я вам советую перейти в их чатик и в их чатике попробовать верифицировать себя и дождаться своей очереди я честно говоря человек нетерпеливый поэтому я просто писал по списку всем зарегистрируемся юзером пытался их как-то найти связаться с ними в телеграме в дискорде и за счет этого я нашел одного человека который за меня проголосовал и получил я так своего оч получается в течение 24 часов я уже нашел человека который за меня проголосовал и мой профиль верифицировать есть еще одна группа пруфов humanity в которой также реализован механизм краудвоучинга вы заполняете данную форму и после этого вас заносит вот в эту табличку табличка выглядит следующим образом тут есть дискорды и телеграммы тех людей кто уже верифицирован и я им писал напрямую сам не дожидаясь своего и за меня один людей проголосовал если вы хотите в кратчайшие сроки получить свой голос то ребята еще реализовали механизм платного волчинга вы можете перейти на этот сайт и на этом сайте вы можете заплатить одному из ребят чтобы они верифицировали ваш профиль после предварительной проверки в самом крайнем случае вы можете писать мне в личные сообщения ссылочка будет в описании и после того как вы подпишитесь на мой на мой youtube канал сделайте лайк данного видео и также подписывайтесь на мой телеграм и скинете мне пруфу что вы все это сделали мне в личку то я верифицирую ваш профиль магия никакого мошенничества в документах proof of humanity есть очень хорошая схема со всеми шагами касательно регистрации она на английском языке и сейчас мы с вами находимся вот на этой фазе то есть мы засадмитили профиль помните мы прикрепили фото и видео теперь мы на фазе поручительства то есть мы либо ждем нашего поручителя либо уже за нас кто-то поручился если мы еще ждем своего поручителя то мы можем конечно же в любой момент отменить вообще нашу заявку и 0 125 эфира на вернуться обратно на кошелек если мы уже получили какого-то поручителя то наша заявка переходит в раздел пендинга выглядит это следующим образом вот заявки которые находятся в разделе пендинг то есть за них уже кто-то проголосовал видите у них получ один и у них есть три дня на верификацию что это значит то есть течение трех дней какой-то из других юзеров может прийти и кинуть челленджер квест то есть мы можем пожаловаться на данный профиль допустим заявив что это фейковый человек что у них существует что это все монтаж и так далее всего на эту фазу выделено три с половиной дня также обязательно сразу же учитывайте что после того как за вас кто-то проголосует у вас вот тут появится такая плашечка advance to pending и вы должны нажать самостоятельно заплатить немножко газа около доллара и после этого именно ваша анкетка перейдет в раздел pending registration многие про это забывают и удивляются почему же за не кто-то проголосовал но при этом мы не переходим в следующую фазу поэтому следите за этой кнопочкой как только она появилась после поручительства вы ее нажимаете и переходите как раз к фазе pending registration если на вас никто не бросил челлендж то завершается ваша регистрация через три с половиной дня и вы уже становитесь верифицированным юзером и ваш депозит возвращается вам обратно на кошелек но что же делать если кто-то на вас все-таки кинул жалобу рассказать я вам хочу про ситуацию моего друга который потерял 150 долларов на глупейшей ошибке которая максимально-максимально нелогичная и я до последнего в нее не верю давайте разбираться вот заявление моего друга селфи хорошее видео хорошее за него даже уже проголосовали его подтвердили но как только начался pending registration вот этот период начался сразу же пролетела жалоба я был в шоке от жалобы потому что в жалобе написано следующее смотрите сами вот написано что фото и ви или видео неправильно отражено то есть неправильная ориентация и скорее всего видео было зазеркалено я сижу в полном шоке не понимаю когда мне друг написал с вопросом что в этом случае делать и мы потихонечку начали разбираться после перепалки с админами в дискорде мы поняли что после того как на вас куда кинул челлендж начинается разбирательство в течение 10 дней вот на данном сайте представлены все разбирательства касательно proof of humanity вот номер нашего разбирательства 1429 переходим сюда в разбирательстве есть несколько разделов в первом разделе у вас есть просто ссылка на оригинальное заявление пользователя и далее у вас есть два еще раздела это evidence и questions в разделе evidence вы предоставляете доказательства своей правоты то есть вы пытаетесь убедить человека который на вас пожаловался в том что вы все сделали правильно и второй раздел это questions в котором уже начинается voting то есть изначально у вас идет evidence в процессе которого вы предоставляете доказательства в течение шести дней вот так же тут это написано вот у вас есть шесть дней для того чтобы предоставить доказательства после этого начинается фаза voting и и также вот тут можно увидеть и в фазе voting и если многие голосуют за с то у вас все хорошо и ваш профиль оправдан и уже идет после этого обжалования если обжалований нет то ваше заявление отправляется в стадию по нему registration и все хорошо течение трех с половиной дней если никаких часов не поступает то вы становитесь верифицированным юзером но также могу может кто-то это обжаловать и там еще идет еще дальнейшее разбирать но если за вас проголосовало большинство жюри нет вообще такие жюри жюри это юзеры которых как раз наградила сообщество полномочиями то есть внутри по кругу хистер есть дау внутри этого дау есть жюри эти жюри имеют определенные полномочия для того чтобы голосовать как раз в этих разбирательств если жюри голосует что нет то идет обжалование если обжалование нет то у вас просто убирается ваш профиль удаляется и вам деньги никакие не возвращаются если все-таки вы хотите подать жалобу то уже в процессе жалобы идет там еще более глубокое разбирательство и непонятно вернут вам деньги или нет но могут также и не вернуть ну короче долгая история и очень опасная по поводу потери средств я вам могу сказать что в большинстве случаев люди теряют деньги поэтому максимально аккуратны при сабмете ваших заявлений давайте теперь посмотрим на основные ошибки которые совершают ребята и какую ошибку вообще совершил мой знакомый при регистрации профиля это крайне важно изучив заявление моего друга я понял следующую вещь видите у него на фотографии челка в правую сторону а на видео челка в левую сторону то есть система посчитала что его челка была отражена то есть его селфи было отражено видео в нормальном качестве и нормально сделано а селфи было отражено мы начали разбираться как такое получилось и самое как раз жестко что это ошибка айфону то есть когда вы делаете селфи на айфон ваше селфи отражается когда вы снимаете видео то видео никак не отражается оно становится остается в оригинальном формате поэтому если у вас есть челку у вас есть родинга на правой щеке на левой щеке на шее следите за тем чтобы ваше видео не было зеркальным и я изучал очень много диспьютов которые тут есть потому что есть целый список всех этих диспьютов их уже вот раз 1400 штук было я изучил около 50 даже побольше думаю около 100 штук и я понял что в 40 процентов случаев наверное проблема в зеркальности то есть многие юзеры не понимают как вообще такое возможно что их берут и просто разворачивают из-за аж технической ошибки айфона сейчас давайте на примере нескольких диспьютов посмотрим что вообще происходит в случае того если вас разворачивают и говорят что ваше заявление ложное вот одно из самых абсурдных разбирательств которые я видел смотрите вот человек подал свое заявление на регистрацию после этого он тоже получил челлендж реквест в котором также точь-в-точь писалось что его изображение озеркально человек его зовут я так понимаю юрий он публиковал сюда все доказательства и в ответ получил следующее человек который подал реквест он также прикрепил документ которым описал вообще весь процесс этого разбирательства и все правила которые юрий типа нарушил смотрите следующие первая фотография это фотка сделанная из видео и в данном видео мы видим что родика находится справа от подворотка и вторая фотография это уже фотография сэлфи именно сама сэлфи которая сделал сам юрий скорее всего как раз на свой смартфон и тут уже данная родинга находится слева это вообще абсурд понимаете что они следят даже таким мелочами и это очень жестко на мой взгляд это очень жестко и в итоге юрий тоже проиграл это все разбирательство потому что действительно телефон сам отразил зеркально его лицо и юрий в итоге насколько я понял он потерял 0 125 эфира в качестве своего депозита история абсурдная я понимаю но все равно есть правило и многие это правило упускают поэтому будьте максимально аккурат то же самое случилось вот с девушкой у нее челка но волосы были причесаны направо а на фотографии налево то есть видео и в или фотка не знаю что но что-то зазеркалило и из-за этого даже несмотря на то что человек настоящий ты хоть там видео записываем в качестве доказательств они все равно тебя аннулируют твою заявку и скорее всего ты потеряешь 0,125 эфира система странная система максимально противная но к сожалению такая есть и вторая ошибка это ошибка касательно мейкапа у девушек то есть если девушка накрашена у нее 2 какая-то яркая красная помада система тоже сразу же это банит и вы можете потерять весь свой депозит поэтому когда девушки если вы делаете как раз загрузку своего профиля то максимально выбираете мейкап к сожалению это так да и я видел что около 40 как раз процентов это проблемы с мейкапом поэтому примерно 40 процентов это зазеркальность 40 процентов всех диспьютов это также еще мейкап и остальные 20 это уже какие-то дополнительные проблемы кто-то пытается обмануть систему кто-то там очки не снимает у кого-то шапка на голове кепка и так далее для подведения того давайте еще раз пройдемся по всем шагам первый шаг это submission профиль для submission профиля вы должны сделать следующие вещи это сделать селфи записать небольшое видео в котором вы показываете на камеру свой кошелек и говорите определенную фразу на данном этапе есть два подводных камня это первая отзеркаленность фотографии который автоматически делает смартфон и второе это мейкап у девушек поэтому максимально аккратно этим двум вещам отнеситесь чтобы ваш профиль не попал банк вторая фаза это фаза поручительства фазе поручительства вы ждете вашего поручителя либо же вторая фаза это фаза поручительства на фазе поручительства вы ждете пока за вас кто-то проголосует из верифицированных пользователей я назвал целых три шага которые вам ускорят получения вашего поручителя первое это краудвучинг который есть телеграм-канале ссылочку я прикреплю в описании также есть краудвучинг который организован снг комьюнити крипто школа на их чат я тоже прикреплю ссылочку в описании и третий шаг это уже написать мне в личные сообщения показать что вы пролайкали данное видео написали какой-то комментарий также подписались на мой телеграм-канал все это вы мне показываете в личных сообщениях и после этого я за вас голосую и следующий шаг это pending registration после того как за вас проголосовали вы попадаете в данную фазу данной фазе вы висите три с половиной дня если на вас никто не кинул челлендж то ваша верификация подтверждается и поздравляю у вас все хорошо но если на вас кто-то кинул челлендж то вы идете по вот этой вот большой системе с голосованием с разбирательствами с доказательств того что вы невиновны это достаточно трудно достаточно нервно потому что ваши деньги находятся в воздухе и непонятно что с ними будет дальше случае моего друга разбирательство конечно пока что находится в процессе но с вероятностью 99 процентов данное разбирательство получит ответ ноу и уберут анкету моего друга и он потеряет депозит 0.125 эфира поэтому будьте максимально аккуратны на самом первом шаге в следующем видео я вам расскажу для чего конкретно не потребуется proof of history небольшой спойлер мы с вами будем принять претендовать сразу же на несколько дропов поэтому не переключайтесь ждите следующего видео она выйдет совсем скоро всем спасибо за внимание всем большой удачи надеюсь никаких проблем у вас не будет пока